Девушки отдыхают По перкуту и по протестующей, не делая различий. Стреляли из гостиницы «Украина». Скрытые истины Киев, февраль 2014 года. Три месяца, как площадь Майдана, в самом сердце украинской столицы, заполнена демонстранторами, которые просят правительство и президента Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Утром 18 февраля столкновение становится кровопролитным. Уже около 30 погибших. Самый худший момент наступит утром 20 февраля. Группа неизвестных снайперов начинает стрелять по демонстрантам и полиции. За короткое время уже насчитывается около 80 трупов. На следующий день Янукович убегает из страны. 22 февраля оппозиция захватывает власть. Но кто стрелял по толпе и полиции? До сегодняшнего дня официальная версия говорит о бойне, которая произошла по заказу пророссийского правительства. Версия сразу кажется подозрительной. Министр иностранных дел Эстонии Урма Спайт первый из тех, кто отрицает эту версию. Вернувшись из Киева через 5 дней после того, как произошла эта бойня, он рассказывает комиссару по иностранным делам Европейского Союза Кэтрин Эштон то, что узнал от украинского врача, которая обследовала трупы на Майдане. Записанный между ними телефонный разговор и затем распространенный в медиа был ужасен. Самое пугающее, сама Ольга так говорит, что доказательства показывают, что люди застрелены снайперами с двух сторон. И среди полицейских, и среди людей, которые находились на улице. Те же самые снайперы убивали людей с двух сторон. Конечно, да. Именно так. Потом она мне показала несколько фотографий. Она говорит, как врач. Она говорит, что это один и тот же почерк, такие же пули. И это правда ужасно, что сейчас новая коалиция отказывается исследовать то, что случилось на самом деле. Есть сильное убеждение, что за снайперами не стоит Лукович, а кто-то из новой коалиции. Они грузины. Но в те дни, в феврале 2014 года, они были на стороне демонстрантов, которые заполнили Майдан и были в гостинице Украины. Они приехали из Тбилиси, из Грузии сюда, в Скопье, в столицу Македонии, чтобы рассказать нам свою историю. История, которая совершенно отличается от той, которую мы слышали все эти годы. Я решил приехать в Скопье, чтобы встретиться с вами и рассказать все, что мы знаем о том, что произошло. Мы с моим другом лечили это вместе. Нужно рассказать о тех фактах. История начинается в Тбилиси, и в ней много действующих лиц, которые спрятаны за кулисами. Первый из них — бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, главный герой скоротечной кровопролитной войны 2008 года с Россией Владимира Путина. Второй — его военный советник Мамука Мамулашвили. Он был отправлен в Киев, чтобы поддержать протесты на Майдане. Впоследствии он станет командиром группы грузинских добровольцев «Грузинский легион», которые будут участвовать в боевых действиях против Донбасса. В 2003 году, когда Михаил Саакашвили стал президентом, я был активистом его партии. Революция, начавшаяся в Украине в 2013 году, была похожа на революцию «Роса», которая раньше произошла в Саакашвили. В Украине хотели сделать ее таким же образом, как в свое время сделали революцию «Роса». Первая встреча была с Мамулашвили. В офис партии «Национальное движение» на встречу пришло 25 человек. Вы видите это? Это мое удостоверение лишнее. Это мое удостоверение лишнее. Это был структур, который входили полицейские и военные. Эта группа была организована как военная структура. В другой стране Восточной Европы нас просили не называть место, где мы встретились. Он тоже из Грузии, и так же, как и двое предыдущих, был участником и свидетелем трагических событий на Майдане. Он также участвовал в работе с Турбезопасности Сакашвили. До этого он проходил службу в грузинской армии и получил специальность снайпера. Именно поэтому его и выбрал Мамука Мамулашвили. Прежде всего, Мамука спросил меня, действительно был ли я снайпером грузинской армии. Если это так, он сказал мне, ты должен поехать в Киев. Нам нужны такие люди, как ты, чтобы определить позиции для снайперов. Мы спросили, это на долго? И он ответил, что не знает точно, но оплата будет хорошая. Затем он дал каждому из нас по тысяче долларов. Мамулашвили сказал, чтобы мы принесли несколько своих фотографий. Затем 15 января мы уехали в Киев. В самолете я получил свой паспорт и еще один паспорт с моими фотографиями, но с другим именем и фамилией. Затем нам дали по тысяче долларов каждому и обещали, что потом дадут еще по пять тысяч. Когда мы приехали в гостиницу в Ушинский стрит и начали распаковывать чемоданы, Мамулашвили положил наши паспорта на 100. Мамулашвили, чьи аммессу и паспорти с ультаволу. Ни кто меня не знал, я был там под именем Савид Капанадзе. На следующий день после прилета нас на машине отвезли на Майдан. Мы никогда там не были, там был полный хаус. Да, конечно. Это именно я. Это палатка, где мы жили. Это я. Это момент вместе с журналистом, когда он пришел в палатку. Мы должны были заниматься провокациями. Мы должны были провоцировать спецподразделения полиции Беркут. Наша задача была спровоцировать их, чтобы они пошли против толпы. Где-то 15-16 февраля ситуация становилась серьезней и серьезней. Она вышла из-под контроля. И тем временем раздались первые выстрелы. Однажды, это было где-то 15 февраля, Мамулашвили посетил нашу палатку лично. Вместе с ним был еще один человек в форме. Он представил его нам. Сказал, что это американский военный, что он будет нашим инструктором. Американца зовут Брайан Кристофер Боинджер. Он бывший военнослужащий, снайпер 101-й воздушно-десантной дивизии США. После Майдана он отправится на фронт на Донбасс, где будет воевать в рядах грузинского Ливиона. Мы были всегда на связи с Брайаном, который был человеком Мамулашвили. Это он отдавал нам приказы. Я должен был следовать всем его приказам. Первые подозрения о использовании стрелкового оружия со стороны протестующих падают на Сергея Пашинского, одного из лидеров Майдана, который впоследствии стал главой парламента президента. 18 февраля в машине, остановленной протестующими, была обнаружена винтовка с оптическим прицелом. Но спустя несколько секунд возле нее появляется Пашинский и приказывает отпустить машину. 1 апреля активисты правоэкстремистской группировки «Правый сектор» покидают Киев. С собой уносят странные мишки, в которых, по их словам, они хранят музыкальные инструменты. В те дни в гостинице «Украина» можно было видеть всех лидеров позиции. Паруби появлялся очень часто, также Пашинский. Вместе с ними всегда был Брайан, американский солдат. В те дни Пашинский вместе с тренингами, с которыми был Парасюк, принесли в гостиницу сумку с оружием. Эти люди принесли часть оружия в мою комнату. Тот Парасюк, которого узнал Коба, это Владимир Парасюк, один из лидеров протестов на Майдане. Через несколько дней он станет известным благодаря ультиматуму, в котором угрожает изгнать Януковича с помощью оружия. Если до завтра, до 10 часов, Янукович не подаст в отставку, мы идем на штурм с оружием! Я вам клянусь! В каждой сумке было по 3-4 единицы оружия. Я хорошо помню, были пистолеты Макарова, автоматы КПМ, карабины, и потом были пачки с патронами. Когда я их увидел, но сначала не понял, я спросил Пашинский, что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Когда приехал Мамулашвили, я у него тоже спросил, что происходит? Я спросил, зачем это оружие? Все хорошо. Коба, ситуация становится сложной, мы должны начать стрелять. Мы не можем допустить, что мы состоялись за срочные выборы. Да, за срочные выборы. Кого стрелять? Во что? Куда? Кого? Он мне ответил, что не важно куда. Надо было куда-то стрелять, чтобы создавать хаос. Мамулашвили приехал в гостиницу и объяснил нам, что будет стрельба. Но сначала она будет вестись из другого места. На следующее утро Мамулашвили был не один, с ним был Брайя, и кто-то еще, которого я не знал. Он еще раз объяснил, что завтра будет стрельба, и мы не должны ничего делать без его приказа. Гостиница Украины была здесь. Это Глобус. И это была консерватория. Если мне память не изменяет, это было 15 или 16 февраля. Пашинский приказал нам собрать свои вещи и повел нас в здание консерватории. Я зашел в консерваторию со всей группой. Пашинский пришел с другими людьми. Он нас поднял на второй этаж. Его люди были в масках. Судя по сумкам, которые были у них, я понял, что они несли оружие. Они достали его и начали раздавать в каждой группе. С нами всегда говорил только Пашинский. Никто, кроме него, никаких приказов не отдавал. Однажды он попросил меня, чтобы я указал удобную позицию для стрельбы. Он спросил меня, как снайпера. Мы попросили уточнить, зачем он объяснил нам, что есть риск, что Беркут, спецподразделение полиции, начнет сегодня штурм в Дании. И мы должны оказать им сопротивление. Это был приказ. Никто нам не сказал, что мы должны были убивать людей. Надо было стрелять, чтобы создать хаос, беспорядок, панику. И останавливаться. Неважно было, мы стреляли в дерево или баррикаду, или в тех, кто бросал коктейль Молотова. Самое важное было стрелять, стрелять, создавать хаос. Почти наступил рассвет. Я услышал шум выстрелов. Улицы стели одна за другой. Стреляли не очередь, а одиночными. Бам! Еще раз, бам! Один выстрел. Пауза. Еще выстрел. Все звуки доносились с другой стороны гостиницы. После я услышал выстрелы, сдающиеся из соседней комнаты в гостинице. В тот же момент, в тот же момент, Литовцы отстрелили окно. Один из них выстрелил, а второй закрыл окно. Они сделали еще по три или четыре выстрелы. Я не понимал, что происходит. Пашинский гридано отзывки для того, чтобы принять оружие и патроны. Тогда все встали, и он дал инструкции. Мы должны были сделать по два, три выстрела. Все так, и начали так стрелять. Пашинский тоже. Он выбегал на парапет и возвращался внутрь с этим молодым парнем, с тем, которого звали Парасюк. Все это продолжалось около 15 минут, может быть 20. В те минуты я был вне себя, находился в шоке. Я ничего не понимал. Я не знаю, как это объяснить, но стрельба продолжалась 15-20 минут. Потом резко завершилось. Все бросили оружие. И все мисли в армии. У нас не было выбора. Всем приказали, чтобы стреляли и по перкуту, и по протестующим. Пока с верхних этажей гостиницы Украина стреляли по толпе, протестующие пытались спрятаться внутри гостиницы, чтобы защититься. Таким образом, жертвы находились рядом со своими убийцами. Внутри был такой хаос, что невозможно было понять, кто есть кто. Было много людей, все бегали туда-обратно. Кто-то был с оружием, кто-то нет. В холле гостиницы, наполненном трупами, кровью и ранеными, одна камера снимает вооруженных людей, которые уходят после того, как стреляли по людям. Это был кошмар. Это было ужасно. Когда мы вышли из гостиницы Украина, по пути были пожары, раненые полицейские. Были ужасающиеся. Мы бросили оружие там. Приказ был бросить оружие и покинуть здание как можно скорее. Повсюду были слышны кричи, были мертвы, вокруг было много раненых. Моя первая и единственная мысль была уйти как можно скорее, пока они меня не заметили. А кто-то меня бы уничтожили прямо там на месте. Кто-то из людей кричал. Вон там, снайперы. Я прекрасно понимал о том, как они говорили. А потом я увидел погибших. Много раненых. Много раненых. В тот момент я ничего не понимал. Я не боюсь правосудия. Я не нарушал закон. Нет никакой причины, чтобы меня преследовать. Меня нельзя судить согласно законам моей страны. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю.